Всем привет! У нас сегодня очень интересное мероприятие, но обнем чуть позже. Как вы видите, на первом, на главном плане это Maserati Quattro Porto, 139 кузов. Это самое такое популярное, востребованное, легендарное поколение этой марки. Рядышком вот Maserati Ghibli. Цвет причем идентичный, синий в том и другом случае. Здесь уже автомобиль рестайлинговый, как вы видите, с новыми прикольными матричными фарами. Но как раз можно видеть оба поколения, старая и новая. Конечно, Quattro Porto и Ghibli это автомобили разного класса, но тем не менее, есть некая преемственность. Но, во всяком случае, обратите внимание, цвет кузова фирменный, синий и в том и другом случае. Ну и теперь я вам, собственно, буду показывать то, что хотел показать. И это будет, я думаю, что очень интересно. Как вы думаете, что мы сейчас делаем с этим автомобилем? Ну, как говорится, можно сказать, ответы пишите в комментариях. Но я вам сейчас и так все расскажу. Поэтому можете не тратить время и не писать никаких комментариев именно по поводу, что сейчас происходит. Ну так вот, происходит следующее. Мы сейчас сняли обшивку потолка. Причем это, как вы видите, такое дело достаточно трудозатратное. Ну и тут как раз напрашивается вопрос, зачем мы это сделали. Ну, сейчас я вам все расскажу. Ну, и как раз хотел бы вам показать этот автомобиль 2009 года. Квадропорты 4.2 бензиновый двигатель. Хорошая ухоженная машина, человек за ней следит. Регулярно делает ТО и все такое прочее. Ну, и как раз хотел бы вместе с вами немножко полюбоваться на этот автомобиль. Потому что, действительно, 139 кузовы в рестайлинговом исполнении это очень и очень неплохой актив. И если у вас автомобиль в бодром здравии, то его всегда можно продать. Потому что спрос на этот автомобиль есть всегда. Он стабилен. Ну, и, соответственно, ценное образование напрямую зависит от состояния вашего автомобиля. Здесь хорошая комплектация, классический синий цвет, светло-бежевый салон. Ну и вот, кстати, всегда хотел подержать в руке такую ручку. Здесь эта ручка в салоне, да, то есть, грубо говоря, очень напоминает, как бы, ручку, которые ставились раньше в трамваях, в автобусах, которые возят нас в аэропорту. Но, в общем, здесь есть одна хитрость. Вот эта вот сама конструкция, она не висит и не висит, потому что там есть магнитик. И вот та часть, за которой вы держитесь, она как раз прилегает к кузову благодаря магнитику. Вот такое нестандартное решение именно для автомобиля. Но вообще вот этот кузов у Maserati, это куча нестандартных всяких решений. Для тех лет я считаю, что это очень и очень прогрессивный был автомобиль. Ну, давайте вернемся к тому, собственно, с чего я начал. Для чего же мы сняли обшивку потолка? Ну, тут ситуация крайне такая нестандартная. Все дело в том, что человек жалуется на то, что у него постоянно попадает вода в салон автомобиля. В общем, изучили немножко вопрос, посмотрели. На самом деле, знаете, все просто. Отклеилось заднее стекло. В буквальном смысле отклеилось. Я вам сейчас как раз показываю, как все это выглядит. Вот обратите внимание, изнутри рукой я спокойно, даже не рукой, пальцем его спокойно приподнимаю. В общем, вот в этом углу оно отклеилось. Теперь нам нужно его снять. Соответственно, и процедуру повторить заново. То есть, заводское стекло вырезаем и вклеиваем его заново. Потому что так ездить невозможно. Действительно, воды очень много и это не есть хорошо. В общем, сам процесс вырезки, я думаю, показывать вам нет смысла. Но это обычная история. Но, тем не менее, вопрос мы уже в данный момент решили. Но вот именно по поводу поломок. Мазерати даже здесь себя превзошли. И не только себя. У других автомобилей, я думаю, вряд ли такое увидите. В общем, такая вот история, которую я вам хотел сегодня показать. Я думаю, на этом сегодня пока все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну, если у вас какие-то есть комментарии, вопросы, пишите. Не стесняйтесь, всегда рад буду ответить. Всем пока.